Продолжение следует... Но на самом деле мы сегодня являемся не предмладенцем, мы являемся с вами, приходим перед великим, всемогущим, всесильным Богом, хотя Его, может быть, рисуют маленьким в яслях, но Он могучий, крепкий, великий, силен творить чудеса. Слава Ему! В этом году Рождество сегодня, или 25 число, оно выпало на пятницу. В жизни Иисуса Христа что-то еще происходило в пятницу. Оно тоже все связано с Его жизнью. Это было началом Его жизни, когда Он, ну как сказать, на этой земле, Он существовал вечно, но явился для нас с вами, для мира, вот. И также прожил эту жизнь, о чем мы сегодня с вами слышали. Умер, пострадал, воскрес, вознесся во славе и вновь придет за нами. Это смысл Рождества. Это смысл и цель рождения Иисуса Христа в этот мир. Читая Луки, 2 глава, 10 стих. «И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пленах, лежащего в яслях. И внезапно явилась ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце Сем. «И все, слышавшие, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая сердце свое». Мы с вами вновь и вновь слышим напоминание об этой рождественской истории, о том факте историческом, которое произошло. «Ну, это хорошо нам почитать, вспомнить, ну да, были пастухи, да, они увидели, услышали, и вот, прекрасно. И что? Что изменилось для меня и для вас в нашей жизни от того, что родился Христос?» Ангелы возвестили и сказали о том, что эта радость будет, великая радость будет всем людям. Вы знаете, у меня трое детей, но после родов я не знаю, чтобы весь мир радовался о каждом из них. Ну, я, жена, родители, близкие. А то какой-то особенный младенец, о котором сказано, что я возвещаю великую радость, которая будет всем людям. «Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». А этот младенец, какую особенность он принес, которая должна порадовать или обрадовать весь мир, принести радость и счастье всему миру? Примет ли каждый или нет, это другой вопрос. Но на что Библия сегодня обращает внимание, это что нам родился Спаситель. Вот все, что бы мы с вами не слышали, мы должны, самое главное, знать, услышать, что Он есть Спаситель. А кто-то скажет, живущий в сегодняшнем мире, отчего меня спасать? Какая угроза? Живу спокойно. Мне никто и ничто не мешает. О какой угрозе вы мне говорите, от чего мне нужно спастись? В мире все вроде бы, кажется, есть. Если есть угроза, скажем, дом загорелся, есть определенная служба, фаерфайтерс, тушители. Пришли пожарники и потушили. Если купаются в бассейне, кто-то начинает тонуть, есть лайфгардс, есть службы, которые спасают и там. Есть какие-то еще другие службы в разных сферах нашей жизни, которые нам помогают спастись. Но есть область нашей жизни, которым ни одна служба в этом мире не имеет способность спасти человека. А это угроза греха в жизни человека. Написано, чтобы спасти людей своих от грехов их. Это спасти меня с вами. Не найдется ни один, если, допустим, беда, какая-то угроза моему здоровью, пошел в госпиталь и знаю, что там лечат и там что-то помогут. Но если беда у человека, в душе потерялся мир Божий, он стал грешить, никто не поможет. И потому и светлый праздник рождения Иисуса Христа вновь напоминает, что родился Спаситель, чтобы принести свет, чтобы принести радость, чтобы освободить человека от тех грехов. Потому мы и слышим сегодня о распятии, и слышим о смерти Христа, потому что рождение без смерти, без воскресения, оно не получается, оно не будет полноценным. Мы с вами читаем Ивангелие Иоанна от самого начала. В начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно вначале было у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. Пауза. Есть люди сегодня, которые говорят, мне надоело жить. Какой смысл жизни? Такие страхи и ужасы одолевают меня. Я хочу дать ответ, если есть в этом собрании или слушает онлайн человек, который говорит о том, что принадоела уже жизнь. В Нем, в Иисусе написано, была жизнь. Он один может изменить твою жизнь. Он один, который может дать тебе жизнь, когда ее тебе уже не хочется иметь. В Нем была жизнь. Второе. И жизнь была свет человеков. Кто-то сегодня ходит и томится во тьме. Уже глаза закрыты, потому что сложно жить. Какие-то, может быть, тягости или трудности одолевают. Написано, в Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. Мое желание, я скорачиваю проповедь свою, потому что хочу, в моем сердце есть побуждение помолиться за тех, у которых сегодня нет света. А Христос пришел, принес свет. Я бы хотел, чтобы мы с вами молились, Господи, те, которые ходят во тьме. Те, которые ищут. Вы помните, за тех волфов, которые искали. Им явилась на небе звезда. Я хочу, чтобы мы соединились в молитве. Чтобы Бог послал в жизнь тех людей, которые ходят во тьме. Ту звезду, которая бы привела их ко Христу. Я бы хотел, чтобы мы с вами вместе обратились к Богу. Потому что мы-то радуемся, а кто-то нет. Кто-то ищет, как волхвы, но не знает, где найти. Если без той звезды, куда они пойдут? Без того направления, что ты найдешь? Свет. Свет только у Христа. Только в Нем. И потому хочу призвать тебя, себя, каждого из нас на этом месте, слушающих. Другого света мы не найдем. Написано, в Нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит. И тьма не объяла его. Мы живем на державе территории тьмы. Но и на этой планете Земля пришел свет. Иисус Христос. И хочет осветить твое и мое сердце. Он хочет осветить, чтобы стало светло. Чтобы из этого собрания, дорогой друг, ты пошел светлым домой. Не от того, что вдруг у тебя, ну, поменялось цвет кожи. Но цвет лица точно поменяется. Потому что ты начнешь радоваться. Потому что Бог осветил тебя. И нету тьмы, и нету тяжести, и нету уже тех мыслей. Не хочу жить, потому что мне что-то и все мешает. Так все сложно вокруг меня. Христос хочет в этот праздник не просто, чтобы мы говорили о младенце, который уже давно вырос, пострадал, умер, воскрес, вознесся во славе и хочет освящать нас. Аллилуйя! И потому в этом собрании хочется, чтобы, дорогой друг, брат, сестра, каждый из нас пожелал. Освети меня, Господь. Ты свет человеком. Освети мое сердце, чтобы оно стало светлым. Оно стало светлым, ярким. Из моего сердца излучалось добро, а не зло, не агрессия. Потому что мы сами помним и знаем, что только от него это исходит. Написано, был свет истины. Он был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Аллилуйя! Эту власть Бог дал тебе и мне. Если бы ни рождение Иисуса Христа, ни приход его на эту землю, мы остались бы, как и все остальные язычники, не зная Бога. И одни, израильский народ бы только, как бы сказать, удовольствовался тем, что они имеют завет через Авраама. Но посредством Иисуса Христа и того, что Он сделал с Собою, отдав Себя для нас, мы сегодня можем радоваться и можем молиться друг за друга. Чтобы Божий свет просветил меня и вас. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. И последнее место я читаю, и мы с вами помолимся друг за друга. Это тоже Иоанна, первое послание Соборное Святого Апостола Иоанна Богослова. Первая глава о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что сизали наши руки. О слове жизни. Ибо жизнь явилась. Жизнь. Жизнь. И мы видели и свидетельствуем, возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Если ты сегодня, дорогой друг, говоришь, я не знаю, не умею уверенности в жизни вечной, буду ли я со Христом после смерти или нет, то Библия говорит, что жизнь вечная была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Бог есть свет, приближающийся к свету, направляющийся к свету, освещается, и в Нем все светло, и в Нем всем радостно и тепло. И любой человек, который повстречается с тобою, когда ты повстречался с Христом, он скажет, это иной человек, с иного мира. У него светятся глаза, он радостный весь. Не от того, что большая прибыль пришла, какой-то заработал, где-то выиграл, где-то, может, даже обманул кого-то. Но от того, что Господь Иисус, который пришел в этот мир, просветил тебя и меня. Итак, я заканчиваю свое кратенькое слово, но хочу, чтобы мы вместе помолились, чтобы Господь послал свою звезду для тех, которые еще ходят во тьме. Для тех, которые ищут, но не знают, где искать. Ищут в религиях, ищут в разных церквях. И запутались, им сложно. И просто, может быть, человек на этом месте находится, но у него темновато в душе. То Господь пришел, чтобы осветить. Я люблю окончить свою тему этим стишком, который я часто напоминаю. Приятно окончить рождественский день, склонившись к подножью креста, где прежних грехов даже легкая тень смывается кровью Христа. Аминь. Помолимся. Субтитры сделал DimaTorzok